друзья всем привет решила чуть-чуть поболтать потому что чувствую себя третий день полной дурой и ты не понимаешь что ли ты дурак то ли тебя на и на кололи по вежливому если сказать и я тут вообще компания угги сейчас вдруг выкинула на распродажу свои изделия это обувь и ты когда удачно заходишь в магазин там нету конечно размерного ряда но ты можешь купить единичные размеры их ук резиновые сапоги туфли классные ну вот такого плана кроссовки и я захожу в магазин у нас в городе и там я купил по моему 4 или 5 еще там что-то купила ведь я же покупаю не по одной не по две вещи а две сумки у меня получилось и я это в корзину все сложила еще такая стою перед кассой и такие угги классно купила белая кожа такая очень прочная и так красиво черным на них угги написано они не очень высокие чуду блин так повезло размер такой хороший девять с половиной но ходовой такой и все продавец на кассе она мне естественно отбивала и складывает мешок они отбивают и складывают мешок и ты в принципе не видишь что она складывает я всегда стою смотрю на то что она мне отбивает потому что они могут два раза отбить могут отбить вообще по цене не скидочной а по полной цене если ты это не отследишь что с тебя снимут эти деньги я уже это знаю я всегда стою смотрю что она мне отбивает и естественно я не смотрела даже что она мне складывала там мешок и вот через три дня я стала делать видео показывать ищу ищу представляете нету этих лук я ничего понять не могу думаю то ли я где-то их выронила потом думаю что совсем что ли нет от магазина до машины два шага идти что они у меня и сумки полиэтиленовые выпали что ли огромной конечно нет я начала думать а куда они делись я их видела в корзине еще стояла смотрела пока на другие товары отбивала и тут бывает так что ты когда в магазине находишь какие-то классные вещи кассиры которые стоят на кассе они ведь не знают что там пришло они просто отбивают товар и частенько бывает реки о ничего себе а где-то вы такой товар там купили даже и не знала ее можно эту вещь обнаружить если там работники открывают коробки стоят они видят что проходит приходит кто развешивает раскладывает эти вещи а кто стоит на кассе он понятия не имеет что там у них в цехе происходит что что распаковывать что в зам вывозят что приходит потому что они приходят с утра сразу на кассу и они видят только уже когда покупатель покупает у меня так частенько бывает ну видите раз я этим занимаюсь покупаю много то складывается такое впечатление что кассир на кассе стоит такая блин мне такая вещь нужна а все уже увели ее и вот мне показалось что наверное тут точно такая же ситуация получилась она наверное эти уги увидела построила думать нихрена себе на такой хорошей скидке мне такие тоже нужны отбива потому что в чеке я их нашла и положила не в пакет а наверно ну или на пол бросила или под кассу но я по-другому объяснить это не могу и мне так жалко было их но первых я заплатила деньги потом найти такой дура себя чувствуешь и такие сомнения появляются уже что ты как бы себе не уверен своей памяти начинаешь уже сомневаться ты вообще и брал не брал может их выложил потом думал еще смеяться я уж помню что что а вещи то я помню меня на это память хорошая и все и что толку сейчас уже идти мне в этот магазин они скажут так вот чеки отбито вот ты их и купила и я вчера пошла в этот магазин знаете за кассы заглядывала думаю может быть порядочный человек там стоял и как-то забыл положить и ждет когда я приду и скажешь не ой а тут ваши луги вот остались вы их забыли забрать ну чё конечно я ходила там смотрела естественно уже ничего этого не было в общем ладно переживу я все время говорю это всего лишь вещи это всего лишь деньги слава богу не здоровье сейчас он там и подписалась на мясную лавку хайдарова смотрю операции то он делал всем этим знаменитостям то вот так вот не знаешь последствия а ведь на самом деле вот так сделают тебе плохо такой знаменитый хирург и и что делать ты побоишься пойти против него потому что у него там такие связи все куплено за все заплачено и ты пойдешь против такого человека до тебя потом в первой подворотне убьют и люди очень боятся вот это озвучивать войну объявлять таким людям и вот слова сделала это объявление ящик пандоры то открыла и я сейчас там смотрю думаю господи ужас сколько неудачных операцию наказывается сделала эти же люди друг с другом не контактирует никуда это в соцсети не не помещают боятся и вот сейчас там какая-то часть людей открыла так скажем свои тела лица то даже немногие открывают но я понимаю этих людей и благодаря от вот славу с успенской что они подняли этот вопрос это озвучили и вот не знаю чем это закончится это я к тому что слава богу у нас все в порядке со здоровьем и это всего лишь вещь потом я тут пришла мага в бутик то михеофигер и у меня как член этого клуба и у меня там есть скидка прихожу купила товар и смотрю на кассе стоит новая девушка а сейчас почему-то а то михеофигер купоны не приходят на почту они там что-то переделали и блин чтобы этот купон добыть нужно там вообще непонятно где его искать я уже зарегистрировалась и все раньше так удобно было открываешь не постоянно тебе посылали сейчас нету такого и вот я ходила уже месяца 4 вот так без купонов а меня же там знают все и они проводят этот купон который у них есть на кассе постоянным клиентам ты говоришь что да ты у тебя есть этот membership они твой телефон смотрят да действительно есть и делаю тебе эту скидку и вот стоит новая девушка молодая я уже купила все и готова была оплачивать она у меня спросила телефон ей сказала и она вдруг мне говорит купон нужен я говорю мне не приходит купон на почту она нет нужен купон этому вот коза у тебя же купон перед глазами лежит проведи ведь ты видишь что я в этом клубе состою телефон у меня там все email есть у вас в базе и все и писать и она короче залупилась я ничего сделать не могу вот стоит с такой рожей молодая мексиканка я думаю вот коза ну чё я не стала брать я чё буду переплачивать то когда я знаю что я могу подешевле купить и все расплачиваться то я уже карточку достала и вы знаете я стою думаю вот коза мне сейчас эти вещи нужно ехать за 40 минут от моего дома покупать в другом бутике там нету скидку сделают мне тут и всегда делали пока она не пришла работать и знаете меня так это выбило из колеи я встаю от бессилие что ничего не могу сделать я говорю но я тогда не буду покупать вещи все забрала вещи такая хорошо и все я ушла потом прихожу в скетчерс там покупать надо было обувь взяла внутри пары скетчерс и кассе подхожу расплачиваться представляете завожу в кошелек и у меня нету карточки и все я ничего не соображаю стою это кредитная карта где без кода ты покупаешь без пин-кода я стою я вообще ничего не соображаю нам не что-то говорит я ее не слышу я еще ищу эту карту я вижу что у меня нету я начинаю вспоминать 9 могла потерять я заезжала тут в маркет там салат себе покупала потом вспоминаю туда я заезжала на почту сейчас это скетчерс и она мне что-то говорит отбила слушайте я схватил эти коробки у меня две коробки упали я их подняла у меня кроссовки из одной коробки выпали потому что я думаю мне надо ехать искать эту карту она же у меня без пин-кода и мне как ее это и не дай бог сейчас там кто-то найдет и с ними деньги и все я короче с этой коробкой погнала домой мне надо зайти в онлайн кабинет посмотреть где последнюю транзакцию дело захожу в онлайн кабинет примчалась домой господи еду ничего не соображаю проехала поворот послушайте как люди в таких ситуациях берут себя в руки вообще не могу захожу в онлайн кабинет смотрю в салат где покупал последние транзакции я в этот магазин погнала приезжаю туда вот я карточку потеряла менеджера позвал горит нет не было никакой карточки е-е-е-е на почту побежала думаю может быть на почте там тоже нету ну и все и в общем я не поняла где я ее вообще выронила про томми хилфигера даже не подумала потому что он у меня был утром еще ну и я вспоминала мне казалось что эта карточка еще много раз пользовалась после томми хилфигера и тем более что она мне не отбила я даже не помнила что я ее достала все ну что мне пришлось звонить блокировать эту карточку заказывать новую 10 дней ждать там надо слава богу там деньги не сняли думаю ну бог с ним 1 новую открою и все и потом как-то я прихожу через не 5 наверное через неделю и там старый работник меня увидела горитой здравствуйте а вы же у нас оставили карточку ящик была в шоке думаю как я могла там оставить во первых я не рассчитывалась и потом я думаю я что ее выронила такого вообще не может быть и я стою я офигела я говорю да вы что и она мне ее отдала но я уже новую заказала и я думаю вот эта девка меня также выбила из колеи и как я ее выронила то ли на стол положила то ли что это для меня вот тоже все выпало из моей памяти потому что есть такие обстоятельства которые как бы тебя выбивать из колеи у меня голова перестает соображать продолжать а а а а а а Продолжение следует...